Какие 5 топ-рекомендаций Вы бы дали нашим слушателям, нашим зрителям, как быть успешными? Ну, естественно, я дам рекомендации в рамках того, чем я занимаюсь. Да, конечно, конечно. Вы должны признать, что Вы не являетесь жертвой ничего. Все, что происходит с Вами, создали Вы сами, своими убеждениями, вытекающими из них поступками и действиями. То есть тот уровень дохода, который Вы имеете, те отношения, которые Вы имеете, там, одиночество или занятость, это все создали Вы сами, и Вы это можете изменить. То есть можно сразу сказать, что я хозяин своей жизни, я могу все изменить. Но если возникает вопрос, а как изменить, что для этого нужно делать? Ну, тут, собственно, первая рекомендация. Разберитесь с своими эмоциями, перестаньте испытывать негативные эмоции. Значит, просто так вот сказать себя, я перестаю испытывать, не работает. Потому что наши инстинкты, они чихать хотели на то, что мы хотим, не хотим, они обеспечат нашу безопасность. Это важнее, чем наши хотелки. Поэтому нужно выявить, за что Вы боретесь. Когда Вы испытываете любую негативную эмоцию, значит, всегда в основе лежит какая-то Ваша идея. Просто, значит, когда у нас возникает, ну, вот рептильный мусор, инстинкт, когда он создает, значит, изменение нашего состояния, он исходит из логики, что я могу либо силой надавить на человека и заставить ее делать, либо он сильнее меня, тогда мне нужно прятаться, тогда мне нужно, сказать, сделать так, чтобы он со мной ничего не сделал. То есть, соответственно, два эмоции силового давления, раздражения, гнила, бешенства, злоба, либо страх, и вытекающий из него там действие, там спрятаться, убежать, защитить себя, подраться. Там разные варианты существуют себя. Вот. И есть промежуточная обида, это когда вы слабее кого-то, но хотите, чтобы он сделал что-то, что вам нужно, а он не делает, он считает, что это не нужно. Ну, ребенок, классический пример, ребенок хочет конфету, хочет игрушку, а родители считают, что, так сказать, ему это не нужно. Что делает ребенок? Он обижается, он плачет, горько плачет, там, падает на землю, бьет ногами, показывает свое измущение. Вот. И при этом что получается? Если ребенок дорог к родителям, а он очень дорог, то родителям возникает чувство вины, они довели ребенка до такого плохого состояния. Ну, плюс еще мнение окружающих людей. Если люди видят вокруг, то очень неплохо проявляют, что в обиде поучаствуют, то тогда еще будет чувство вины перед окружающими людьми, что люди о нас подумают, что мы плохие родители. Возникает чувство вины очень разрушающего, это нападение самого человека на себя. И чтобы выйти из этого состояния, человек, ну, либо лупит ребенка, чтобы он заткнулся, либо чаще он покупает то, что нужно, чтобы ребенок замолчал. Потом можно стукнуть потихоньку. Ну, в общем-то, это способ достичь своей цели, то есть ввести другого человека в чувство вины и тем самым заставить его делать то, что тебе нужно. Тут есть свои ограничения, потому что обида работает, нужно три условия выполнять. Первое. Тот на кого-то обижаешься должен видеть себя, потому что мне люди, вебинария, вот я обижаюсь на правительство. Что только что-то обижаешься. Правительство что, тебя испытает чувство вины на то, что на нее обижаешься? Ну, никто не знает про это. Все равно бессмысленно занятие. Тот бежать можно только на того, а значит, только тогда, когда тот на кого-то хочешь воздействовать, видит, что ты обижен. Второе. Вы должны быть дороги этому человеку, то есть, если бы он испытал чувство вины, вы должны быть дороги, ему станет неприятно то, что он дорогому человеку доставил неприятность. Если у вас с мужем отношения разрушены, то обижайся, не обижайся, сказать на него, ему пофигу, это совершенно, что вы там испытываете. Это не работает. То есть, вина бессмысленно, когда у вас нет отношений. Начальник обижаться глупо, потому что начальник с вами никаких отношений нет, если у вас не было каких-то специальных с ним связей. Вот. И так далее. А еще требовать нужно то, что у человека имеется. Требует то, что он не может сделать, это его раздражает, только напрягает и разрушает даже отношения. Но в принципе обида, поскольку это связано с напряжением мышц внутри, с энергетикой, она оставляет эмоциональные блоки. Поэтому правильнее было бы дать себе команду на запрет обиды и играть в обиду. Вот как бы разыгрывать обиду, чтобы возить на другого человека, но при этом реально ее не испытывать. Ну то, что женщин делают с своими мужьями. Они разыграют обиду, значит, пытаясь заставить мужа сделать, что нужно. Но не получилось, не получилось, они быстренько об этом забывают. Это нормально. То есть тогда в теле не остаются следы эмоциональные блоки, нет болезней, связанных с эмоциональными блоками, нет падения энергетики и прочих неприятностей, связанных с накоплением тела эмоциональных блоков. Вот, у меня есть на сайте раздел, так называется, как убрать свою обидчивость. Пожалуйста, инструкции прописаны, заходите, убирайте. Да, то есть второе, значит, поработать со своими негативными эмоциями, почистить свое тело. Есть простейшая, значит, медитация простая. Всего из двух фразов. Что-то произошло, вы недовольны, ручки трясутся, глазки сверкают, дыхание учащенное, так сказать, кровь бежит, так сказать, возрождены. Две фразы. С любой благодарностью я прощаю этого человека. С любой благодарностью я прощаю этого человека, принимая его таким, какой он есть. Я прошу прощения этого человека за мои мысли, эмоции, поступки по отношению к нему. Вот раз десять повторите эту фразу, эти две фразы. Я прошу прощения, я прощаю. Я прошу прощения, я прощаю. И вы увидите, что ваше возбуждение спадет, энергетика рассосется и все. То есть блок у вас не образуется. Вот, с человеком у вас отношения останутся нормальные. но если вас только что не было перед нескольки скандала там обид прочим всего сильного это но это простая формула она не позволяет убрать накопившиеся блоки но позволяет хотя бы не нарабатывать новые если вы идете с кем-то разговаривать и чувствуешь что там может быть конфликт и выступить и вот поэтому мне бормочите фразу перед тем как идти на разговор с откователем например у него или задание либо с женой или с мужем бормочите форму увидеть что ваш разговор пройдет прямо во время разговора старайтесь нам где-то крайне сознание промотать форму упрощение . не что разговор пойдет на уровне разума то есть вы не перейдете на на эмоции на попытку запугать друг друга то есть второе значит почистите свое эмоциональное тело третье уберите те своих важные ожидания которые у вас имеются то есть следите свои переживания следите за какие идеи вы боретесь и как каким-то образом начну образ и образ то поняли у меня прописан берите эти свои важные ожидания станьте более спокойно нравишься человеком ваша энергия не будет тратиться на борьбу она останется вас и подняется энергетика вы станете более энергично более позитивный и более успешно автоматически свои 3 сказал еще 2 надо ну если что-то не получается вы можете наработать все любое качество ты рассказал как я все открою любовь интернет-маркетинг еще снова пытается продолжить вы можете открыть любое качество отчет вам не хватает в этом хотите открыть бизнес вас не хватает уверенности вы пишете утверждение о том что я верю ничего нет быстро и легко принимая ответственное решение и брить я запрещаю себе любое любую критику свой адрес и так далее то есть загрузите себя новое новое напишите новый набор позитивных утверждений загрузить его себя вас появится то что то чего вас не хватало это очень важно потому что вот когда вы приходите устраиваться на работу или хотите полосьцы то кадровик всегда смотрят если у вас набор качества отвис hideщит и должность потому что одно дело вы использовал девулям это сравним is начале кладет нам нужны другие придешь совершенно требование заставлять людей увольнять людей а вы хороший человек Pokhende титу работу на не потяните должна что вас не хватает качества этого с их то не повышает возможно наработайте себя начали должен начальник отдел а и вас с удовольствием возьмут начальники отделов что людей с нужным и качественно это дефицит вот ну и последнее что еще рекомендация помнить всегда своих достоинствах потому что люди о своих достижениях достоинства забывают любить себя хвалить себя одобрять себя любой момент гордиться потому что вы носит брать про сперматозоиды когда 20 тыс бежал а вы только добежали вы победили уже 20 тысяч конкурентов вообще супер победите вы ходите с пануром лицом искать его и меня не получше не могу вы все можете просто у вас загружена сбойная программа поведения загрузите программу поведения по повышению своей самооценки что не влюбиться там стерея доверяете себе все что вы делаете божественно бог руководит вами если ошибка ошибка какая-то как бог ошибся не в этот причем вообще вот любите себя поднимите свою самооценку мне на сайте есть такой раздел седьмой подникать поднесу и самооценку ваша катер самый первый по прощайте себя 2 загружайте программа то что вы от не любите перед себя уважайте себя забудьте себе достойны больших денег вы можете опросить нужную оплату с людей и так далее все просто самооценки будьте имеете высокую самооценку этой жизни вам откроется очень многое то что может не было как и шикарные рекомендации